привет youtube сегодня у нас будет обзор низкооборотистой дрели если можно так назвать дрель двухскоростная эгэ модель sb 22-2 е по моему называется входная мощность 1050 ватт крутящий момент на первой скорости на самые низких оборотах порядка 6 60 не тонн метров брал ее специально для задач по сверлению древесины так как на деле мне уже сверлить не надо хотя она и при спокойно может рассверливать отверстие под нагили длинным спиральным сверлом ну у меня сейчас такой задачи и нет и взял эту дрель скорее для того чтобы быстро рассверлить отверстие под коммуникации обращал на крутящий момент первое внимание вот рассматривал также продукцию марок interscol и ребер несмотря на то что данная дрель два раза дороже этих марок ну представители этих марок я остановился на и гнр не последнюю роль сыграл то что я уже несколько лет использую в работе перфоратор этой фирмы и он достаточно успешно успешно работа это уже порядка восьми лет наверное чуть только не долбал там даже коронками алмазное сверлил в бетонных кольцах отверстия то есть не убиваем какой-то перфоратор поэтому решил что остановлюсь в итоге на а и г значит характеристики у него следующий на первой скорости обороты до 1000 на 2 скорости до 3200 поставляется на в таком кейсе дешевенько пластиковому для меня это второстепенно главное чтобы он где-то не болтался там багажнике как я уже говорю не люблю что вещи у меня инструменты где-то валяются вот так компактно помещался как у него чемоданчик помимо самой дрели и кабеля с ограничителем глубины я умудрился сюда запихнуть еще набор сверел от ирвин вот такой вот достаточно тоже не маленький комплектик но о сверлах я расскажу в следующем видео сверла очень хорошим будет следующим видео обзор пока что поговорим о дрели значит кабель длиной 4 метра очень эластичный провод сейчас на улице минус 10 можете сами посмотреть у него конечно достаточно память от эти вот загибы все остается но в целом он не дубеет как видите спокойно придется то есть я не думаю что он при более низких температур задубит и на изломе может оборваться вот такой вот скотч крепления шнура думаю не совсем практичный вариант потому что когда работаешь при сверлении там с деревом вот эта вся лента она в итоге забьется мелкими опилками итоге скотч уже будет не нужен значит о игре есть еще вариант этой дрели без предохранительной муфты данная модель sb 22-2 е если не ошибаюсь как называется да и она идет конкретно с предохранительной муфты то есть я брал специально именно с этой муфты для того чтобы просто все тупо не вывернуть руки патрон без ключевой фирменный фикс тег диаметр 13 миллиметров посадочный значит патрон можно заменить я не знаю тут видно или нет ну там в глубине у него виднеется винт который в принципе патрон наверно можно открутить снять и поставить патрон с более большим посадочным диаметром при первичной работе я уже потестировал немножко меня очень конечно смущал вот этот быстро зажимной патрон потому что по своему опыту знаю что часто они на реверсе откручиваются либо вообще когда тянешь на себя с прокруткой есть такой моментик что патрон разжимается сверло остается в полотне дрелю ты вытягиваешь отдельно значит ударный режим переключатель ударного режима дрель как перфоратор я использовать не собираюсь как я уже сказал у меня есть отдельный перфоратор под это дело работают перфоратор и ударная дрель с функции как у перфоратора немного по разным принципам поэтому я не рекомендую использовать как перфоратор вот такие вот ударный дрель то есть как функция она возможно где-то в мелких там делах может пригодится но постоянно и использовать как перфоратор не рекомендую потому что быстро загубить вот эту звездочку редукторе которая имитирует работу ударного механизма значит а в ассортименте у них есть еще одна модель 1100 рви по моему называется отличается отсутствием предохранительной муфты общего то все остальное то же самое и корпус стальной редуктора рукоятка правда не пластиковая поэтому я тоже обращал на это внимание то есть мне кажется вот это вот решение цель налетаем рукоять более таким практичный то есть фиксируется она закручиваем саму рукоятки сжимается зажимается в любое положение выставляется здесь есть также клавиши фиксация ограничителя глубины на ограничители глубины нанесены вот такие вот рисочки недостаточно удобно потому что камера стоит спереди фиксируется достаточно надежно попробую показать ну сумму опыту чуть-чуть как-то вот редко и использую ограничитель глубины конечно немного болтаться вы не гуляет в общем не знаю каких-то редких таких моментов его присутствие необходимо так я не на перфорят не на перфораторе не на дрелях никогда не использовал ограничитель глубины практически отсутствует печально отсутствует жесткая регулировка оборотов вот то есть все обороты вы регулирует сможете только нажатием вот эту клавишу значит у нее от отклик достаточно такой хороший но требует определенная сноровка при работе потому что одновременно надо как бы и контролировать свое давление на ведущую тут рукоятку и дозировать обороты также как естественно здесь кнопка фиксации есть чтобы можно было зафиксировать и вот этот вот хлипкий нелюбимый мной переключатель реверса люблю я потому что частенько особенно рукавицах ты можешь и контролируем как перегнуть вот и этот пластиковый шпенек просто может ломиться реверс у вас уже не будет вот значит эргономичная рукоятка фирменном стиле с пупырышками но ты г достаточно такой хороший жесткий пластик при первичном включении возможно вонь из мотора там какая-то может то ли смазка присутствует то ли еще что-то ну вонял он так нехило до первые разы сверлил нагрузка попала него но не греется так переключение скоростей происходит и остановки не всегда все четко но нужно прокрутить патрон чтобы у нас зубы как бы вошли друг друга не всегда бывает отклить сейчас я не могу переключиться поэтому надо чуть-чуть шатать патрон и все будет в порядке коротко я про дрель рассказал теперь давайте попробуем ее в работе просверлим несколько дырок сымитируем у нас работу по бревенчатому дому и пройдемся спиралью леса спираль диаметре 3 сантиметра длиной 30 сантиметров ну и потом погоняя вот эти ирвиновские фирменные сверла blue groove очень мне не понравились тоже в работе зарезаются просто шедевральную древесину у меня еще где-то валялся дубовый пенек я хотел бы посмотреть насколько дрель ее крутящий момент способен провернуть спираль уже внутри дуба дуб известен своей высокой плотностью ну и посмотрим что первично сломается у нас если сломается дрель или заглохнет надломится точнее сверло в самом дубе поехали и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok